В ситуации, когда горожане в столице и за её пределами встречаются с дикими животными, не редкость. У большинства людей первый порыв забрать животное домой, чтобы помочь. Однако лишь немногие знают о том, что проявляя милосердие, они нарушают закон. А от ответственности перед законом не освобождают даже самые благие намерения. Самовольное изъятие животных из среды их обитания даже в целях оказания им помощи не допускается. Как же остаться гуманным и не нарушить при этом закон? Обратитесь в милицию или дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Для оказания помощи терпящим бедствия животных в городе Минске работает специальная комиссия, в состав которой входят заинтересованные службы. Выезжают специалисты, которые, исходя из сложившейся ситуации и обстоятельств, принимают решения о дальнейшей судьбе этого животного. Кстати, для перевозки лесных зверей, которые забредают в столицу и нуждаются в помощи, имеется специальный автомобиль. Кузов машины оснащен системами обогрева и кондиционирования. Дополнительно имеется крытый прицеп. Говорят, в него может поместиться даже зубр. В любое время дня и суток у нас дежурная бригада, если нужно, выезжает на место, где обнаружено дикое животное для перевозки. Если у вас действительно все-таки есть желание, а главное – знания и навыки, которые позволят оказать грамотную помощь, достаточно оформить специальный акт. Во всех остальных случаях предоставьте действовать специалистам. Когда человек пытается помочь этому животному, не имея каких-то навыков это делать, он нанесет, во-первых, еще больше вред этому животному, и, второе, это животное нанесет вред человеку просто в состоянии того же стресса и испугавшись. Это одна сторона. Вторая сторона – животное, первичные признаки бешенства. Животное, наоборот, очень ласково и идет к человеку. И зачастую достаточно того, чтобы животное лизнуло, и человек уже заболевает бешенством. Кстати, помощь случайного человека дикому животному даже из лучших побуждений может быть совсем неуместна. Подтверждение тому – история лосихи с лосенком, которых привезли в зоопарк из городского парка. Мама так и не адаптировалась, у нее был стресс, серьезный стресс от перевоза, от вольеров, потому что надо было жить не на воле, а так и не начала кушать, к сожалению, погибла. А этому лосенку, тогда был лосенок еще, маму заменила коза. Дикое – это вольное животное, и ограничение сеткой вольеров не всегда выдерживает психика животного. Да, к сожалению, есть и такое. Это чаще как раз касается именно птиц из природы. О водоплавающих птицах зимой отдельно. Нужно помнить о том, что утки и лебеди способны сами о себе позаботиться. Помогать, настаивают экологи, им нужно только в экстремальных погодных условиях. То есть, когда температура воздуха опускается ниже 15-20 градусов и держится несколько дней. И если есть массовое скопление птиц – более двух сотен особей. Но в сильный мороз их поддерживают и подкармливают специальным кормом работники Минского лесопаркового хозяйства.